Приветствую вас, друзья и коллеги! Это видеоцикл «Языковые тонкости» о нюансах русского и иностранных языков, в которых бывает трудно разобраться. Но я всё подробно объясню. Я Дмитрий Ермолович, синхронный и литературный переводчик, лингвист, автор и редактор книг о языке, словарей, учебников, статей, ну и, собственно, переводов. Переводом я занимаюсь, исследую его и преподаю уже больше 50 лет. Назвал эту цифру и задумался. Я не чувствую этих лет. Сбросить бы пару десятков, хотя бы как на этом фото. А какие же с этим проблемы? Всё, дальше говорить буду я. Слово аватару. Итак, сегодня мы поговорим о новом английском монархе, точнее о его имени. Вот какое письмо я недавно получил от переводчика Ильи из Москвы. Дмитрий Иванович, здравствуйте. В связи с кончиной королевы Елизаветы Второй в Великобритании появился новый король, который ещё вчера в русских СМИ именовался принцем Чарльзом. Я думаю, не у одного меня возник вопрос, а как теперь его правильно по-русски называть? В новостях пишут, Лиз Трасс объявила о смене главы государства. Принц Чарльз, который взял себе имя Карл, стал третьим монархом под этим именем. Но очевидно, что Чарльз нового имени себе как раз не брал. Он взял титул и порядковый номер, а имя оставил данное при рождении. В подтверждении этого Илья приводит цитату из британской газеты. Я переведу этот текст дословно. Чарльз стал королём Чарльзом Третьим. Титул монарха был полностью его личным выбором. Новый монарх мог бы последовать традиции многих королей и выбрать себе имя Георг, став Георгом Седьмым. Однако, проведя десятилетия под именем Чарльз, новый король оставил собственное имя, как это сделала и его мать. Но в российских источниках я встречал даже более странные утверждения, чем то, которое процитировал Илья. Например, Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, став королём, нарёк себя именем Карл Третий, так как, согласно традиции, имя Чарльз при восшествии на трон переводится в Карла. Из этого сообщения можно подумать, будто в Англии существует какая-то традиция перевода одних имён в другие при восшествии на престол, и даже будто об этой традиции сообщила премьер-министр Лиз Трасс. Видно, что авторы этого сообщения просто не понимают того, о чём написали. И, конечно, читатели, особенно не очень подкованные в языковых вопросах, тоже всё поймут неправильно или вообще ничего из этого не поймут. Поэтому давайте сначала внесём ясность. Когда принц Чарльз стал королём, то у него появился новый титул, но в его имени ровным счётом ничего не изменилось. Да, он мог выбрать себе другое монархическое имя, но он этого не сделал. Вот как он именовался по-английски, когда был принцем. Принц Чарльз. И вот как звучит его имя теперь. Кинг Чарльз. В отличие от того, что пишут российские источники, он не брал себе нового имени и не переводил своё имя ни в какое другое, чтобы там не подразумевали под словом «переводить». Хорошо. Но откуда же тогда взялось именование Карл? Чтобы это объяснить, совершим небольшой экскурс в историю. Тесное приобщение России к культурам и языкам западноевропейских стран началось в XVIII веке. В эпоху Петра I было высоко влияние голландской культуры. Во II-III-XVIII века созданием Академии наук и высших учебных заведений по немецкому образцу наиболее влиятельной стала немецкая культура и наука. В XIX веке наиболее прочные позиции в России заняла французская культура. Соответственно, самыми популярными иностранными языками весь XIX век и вплоть до Первой мировой войны в начале XX века были немецкий – язык науки, и французский – язык искусства и моды. Существовала и мода на английское, получившее название англомании, потому что англичане считались производителями особо качественных изделий, и всяких полезных штучек и приспособлений. Отсюда даже пошло выражение «английская штучка». Но несмотря на это, английский язык был популярен лишь в ограниченных кругах, а на регулярной основе изучался лишь моряками, потому что это был язык мореплавания. Первый серьезный русско-английский словарь Александрова вышел только в 1879 году. И, кстати, под псевдонимом Александров его составила группа морских офицеров. В течение целого полувека он был практически единственным пособием для университетов в своем роде. А в гимназиях, то есть средних школах, наиболее широко в течение всего XIX века изучались французский и немецкий языки. Причем языком науки был, как я уже сказал, преимущественно немецкий. Нечего и говорить, что история и новости Туманного Альбиона доходили до России чаще всего через посредничество немецкого языка, в котором имена западноевропейских монархов произносились и писались на немецкий лад. Например, английский монарх, именуемый по-английски Charles the First, у немцев называется Карлом. Вот посвященная ему страничка немецкой Википедии. Карлами именуются по-немецки и монархи других стран. Например, Карл Третий французский, испанский, наварский, неаполитанский. Несмотря на то, что по-французски это имя звучит как Шарль, а по-испански Карлос. И, кстати, это имело определенный смысл, потому что в средние века европейские королевства постоянно враждовали между собой, делились и завоевывались, их правители заключали межгосударственные браки, и один и тот же король мог быть монархом одновременно нескольких разноязычных стран. Так, Карл Третий Толстый годы жизни 839-88 был не только королем Алимании, области на территории Германии, но и франкского королевства Италии и Лотарингии. По-немецки он Карл де Дека, по-французски Шарль Легроу, по-итальянски Карло Иль Гроссо. Очевидно, что в русских исторических трудах следовало бы выбрать какой-то один вариант. И неудивительно, что русские историки заимствовали немецкие варианты западноевропейских монархических имен, потому что широко пользовались немецкоязычными источниками и педантично составленными германскими архивами. Поэтому и английские монархические имена подверглись такой же трансформации. Вот как преобразились некоторые другие имена. Тут надо добавить, что кроме немецкого посредничества сыграла свою роль и христианская традиция. Многие имена монархов и, например, римских пап совпадают с библейскими именами, и при передаче этих имен собственных летописцы и историки не могли отступать от тех вариантов, которые приняты соответствующей языковой версии священного писания. Так, James, John, Paul – это имена не только королей, но и новозаветных апостолов, которые по-русски звучат как Иаков, Иоанн, Павел. Но вернемся к новому английскому королю. Илья еще спрашивает меня, и что с таким подходом будет дальше? Принц Уильям станет по-русски королем Вильгельмом? Для меня это звучит уж совсем старомодно. Что вы думаете по этому поводу? Не стоит ли нам отказаться от устаревших традиционных соответствий? Какая-то логика в этом предложении есть. С одной стороны, мы звали нового короля, Чарльзом все предшествующие 73 года, пока он был принцем. И почему вдруг должна измениться форма его имени по-русски, если по-английски она не менялась? И, кстати, немцы нарушили традицию. Они продолжают называть Чарльза Чарльзом даже после того, как он стал королем. Вот страничка из немецкой Википедии. Мы видим, что вариант Карл Де Дритте дается здесь лишь как второстепенный, а за главной вокабулой дано все-таки английское написание. Но, с другой стороны, если называть его Чарльзом Третьим, то спрашивается, в каких учебниках истории фигурируют Чарльз Первый и Чарльз Второй? Таковых там нет, а есть только Карлы. И уже ничто не сможет изменить нарратив о том, что именно Карлу, а не Чарльзу Первому, отрубили голову на плахе. Резюмируя, можно сказать, что выбор того или иного варианта – вопрос конвенции, то есть договоренности на основе преобладающего общего мнения образованных носителей русского языка. С логической точки зрения у обоих вариантов Чарльз и Карл Третий есть и преимущества, и недостатки. Но что же говорит нам теория? В данном случае она мастика, наука о собственных именах и теория перевода. Тут я вынужден процитировать свою собственную книгу на эту тему под названием «Имена собственные, теория и практика межъязыковой передачи». Вот что там написано по данному поводу. Издавна сложилась следующая практика перевода. Имена монархов и религиозных деятелей передаются, как правило, по методу транспозиции, то есть в традиционном варианте. Другими словами, король Джеймс должен по-русски именоваться не Джеймсом, а Иаковом или Яковом. Король Джон Лэклэнд не Джоном, а Иоанном Безземельным. Римский папа носил по-русски имя Иоанн Павел, а не Джон Пол или Джованни Пауло и так далее. Напомню, что и скончавшаяся королева была по-русски Елизаветой, а не Элизабет. Во Франции, между прочим, нынешнего короля зовут не Чарльзом, а Шарлем. И, кстати, звали также в бытность его принцем, то есть переделали его имя на традиционный французский манер. Послушайте. Но в книге я пишу и о том, что на практике принципы теории соблюдаются не так последовательно, как хотелось бы. Например, в одних изданных переводах исторических хроник Шекспира короли, носившие имя Хенри, по-русски именуются Генрих, а в других – Генри. Переводчикам я рекомендую вот что. Если за какими-то конкретными деятелями или персонажами прочно утвердилась какая-то форма именования, ну, например, английских королей Ричардов никто не называет Рихардами, то нужно следовать этой конкретной практике. А вот если существуют колебания, расхождения, разночтения, то из возможных вариантов следует выбирать ту форму, которая все-таки соответствует историческим и религиозным источникам. Поэтому я поддерживаю именование «Карл». Но все должны понимать, что это – дань русскоязычной традиции, которая не соотносится ни с какими переименованиями или переделками имени в оригинале. Если вы захотите подробнее почитать о том, как преображаются имена при переходе от одного языка к другому, то моя книга «Имена собственные. Теория и практика межеязыковой передачи» доступна в электронном виде, и ссылку на нее я размещаю в подписи к этому видеосюжету. А если вы занимаетесь переводами с русского на английский язык, то эта тема освещена в том числе и в моем учебнике «Русско-английский перевод». Он в этом году вышел новым изданием. Ссылка тоже внизу. Присылайте мне ваши вопросы, пишите комментарии, и до встречи в новых выпусках цикла «Языковые тонкости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова